I have ways of blowing things up. Есть два жетончика, которые могут нас пропустить дальше. У нас уже в целых два сектора. Плохие новости. То, что я не играл и не записывал, соответственно, уже целую неделю. По понятным причинам, ребята, вы, наверное, знаете. Я вам об этом писал. Мне пришлось уезжать. Поэтому серии шли немножечко наперед. И сейчас дело в том, что я без понятия, что вообще происходит и где. И я и так-то, в принципе, на эту карту попал в относительно первый раз. И мне было тяжело тут ориентироваться. Это гвоздь, это гвоздь. Ха, круто. Гвоздь мне в кеды, да? Опа. А эти перчатки я разве раньше видел? Я в этой комнате был вообще? Мне кажется, нет. Но они, к сожалению, похуже, чем наши. Они из того сета, который... Я, кстати, да, перекинул пока что броньку. Чисто попробовать. Одену пока вот эту. Ну, эту я никуда, естественно, не делал. Но мне кажется, просто она металлическая. И она со спины тоже металлическая. И у нее сзади, ну, грубо говоря, юбка длинная. И, в общем-то, мне кажется, что это хорошая вещь. Попробую походить с этой бронькой. Посмотрим, как она будет сочетаться. Что да как да где. Вот. И так я к чему говорю? Что я не особо-то... О, банка, шприцы. Не особо-то и в прошлый раз ориентировался. А сейчас я пришел, загрузился. И, ну, вполне по понятной причине я вообще недоумеваю, где и что я. В прошлый раз я помню, что я ходил, я пытался у себя в голове удерживать хоть какую-то минимальную карту. Что и зачем. Сейчас я вообще не понимаю, что происходит. Так, вон... Это сраный голем, блин. Я не знаю, куда я иду. Где я был, где не был. Тут я, по-моему, был, да? Да, точно. По-моему, отсюда я пришел. Сейчас, мы вышли сюда. А внизу там что было? Там было такое же место для... Для? Для или не для? Тут какие-то... Ну, я тут явно был, потому что тут валяются трупы скелетов. Скелета-трупы. Так, а давайте чуть-чуть поближе посмотрим. Тут просто бутылки у нас, да? Никаких ключей тут на столе, например, не валяется. Кстати, посмотрите. Я только сейчас это заметил. Это не столы. У них ножки неравномерные. По-моему, знаете, ножки выше эти... Может быть, здесь лежали какие-то... Грубо говоря, трупы для исследований? Уж даже не знаю. Насколько это актуально или реально. Тут же везде я был, да? Наверное, да. Тут вроде как... Много чего, где можно пошариться. Я помню, что где-то относительно назад... Пройди, пожалуйста. Где-то относительно назад у нас был район, куда можно было вернуться и пройти с помощью монетки. А начали мы... Начали мы в той комнате, да? Вот. И где-то вперед у нас было местечко, куда можно было пройти с помощью монетки. Здесь мы остановились. Ага. Сюда. Тут у нас дверь. Не открытая. Хорошо, я вас понял. И здесь дверь. Не кажется, или там кто-то топал? Так. Тут значка никакого нету. А-а-а! Вон, да-да-да. Вон значок. А у нас... Да, блин, не то. Жетон круглого щита. И жетон треугольного щита. Нам сюда нельзя. Нам сюда нельзя. Нас тут раскатают. Все. Более-менее понятно. Спасибо. Идемте чекнем вторую дверь, которая была вот здесь вот у нас где-то. Гробы? Это даже не гробы. Это прям саркофаги. Вряд ли в таких хоронили обычных. Это места для рыцарей, там, для... Ну, для таких, для почетных воинов. Это... Это непростое какое-то место. Погодите. Ух ты. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это какая-то отпевальня, блин, грубо говоря. Ох ты ж. Ох ты ж. Кстати, у него такие подржавенькие латы. Целый сет. Целый сет. То есть... Ну, эти вещи хуже, чем мои. Ну, у него можно было... И кастрюлька вот эта, кстати. То есть у него такой же набор, как на этом этаже. То есть бронька. Вот эта, я так понимаю, такая же. Латы. И латы. Просто у него ржавые. У него все это поношенное, ржавое. Да. Алибарда. Ну, пол-экс. Такое же, как у меня. Ну, да. Да. Чувак был непрост. У-у-у-у. Вы посмотрите на это. Великий меч. Тоже такой же, да, как я нашел? Великий меч. Да. Здесь в одной комнате два этих длиннющих оружия. Кстати, у него режущий 4, проникающий... Проникающий 3. Режущий 3, проникающий 3. Импульс. Наверное, знаете что, ребят? Смех смехом. Ну, хотя... Вот они лежат вместе. Смотрите. И пол-экс чуть-чуть по длине, чем этот меч. Хотя, так уж смотреть, мне этот меч более симпатичен. Хм. Хм. Ну, он огромный. Реально огромный. Так, тут есть еще обычный вот этот вот меч. Угу. Мне повезло, что я этому кренделю два раза по репе врезал. Иначе, по-моему, я мог бы отъехать сейчас спокойно. Вот это... Вот этот пол-экс, он, зараза, очень опасен. Очень, блин, опасен. Я это двигать не могу. Не могу. Да, ребят, спасибо вам, что подсказали мне насчет импульса брони. Давайте на секундочку тоже сравним. Тут у нас импульс 3,5. Тут импульс 4. Ну, да. Вот. В принципе, очень даже логично. Но почему-то я до этого не смог додуматься. Видимо, мозгов не хватило. Вот. То, что... Если импульс оружия, это его сила удара, то импульс брони, это с какой силой он будет гасить удар. То есть, чем лучше импульс у брони, у какой-то вещи, тем меньше урона пройдет по туловищу, по части тела. Это очень логично, очень правильно. Спасибо, что рассказали. Поэтому, да, здесь как раз на импульс нужно смотреть очень сильно. Чтоб можно было за... Блин, мне показалось, что кто-то пробежал. Блин, смотрите, тут прям реально кладбище. Ну, не кладбище. А ты кто? Ты не Глев, случайно? Клевец? Это, по-вашему, клевец? Так, дробящий и проникающий. А знаете что, ребят? Давайте мы полэкс поменяем. Я его на свои мечи положил. Ладно. Полэкс поменяем. Сейчас мы его сравним по длине. По длине он точно такой же. То есть, это копье-молот. Это копье-топор, а это копье-молот. Я возьму копье-молот, потому что у меня режущий есть хороший на мече длинном. Мне... То есть, чтобы врезать полэксом, мне нужно попасть именно вот этим наконечничком. Чтобы врезать мечом, я могу просто врезать мечом. Поэтому мне вполне подойдет, если я сейчас возьму клевец вместо него. Мне кажется, что это будет более оптимальным решением. Ну, хотя здесь, да. Здесь можно прямо разжиться чем-нибудь хорошим. Там вон и бронька у чувака была, хоть и ржавенькая, но хорошая оружка. Опять же, этот великий меч. Великий меч. Знаете что, секунду, ребят. Тут у меня кинжал и щит. Если я на секундочку сюда поставлю. Ну, смотрите, у него радиус огромнейший просто. Прикольная тема. Прикольная тема. Так, где там мой кинжал был? Я думаю, что этим мечом обязательно буду пользоваться. Вопрос немножечко теперь в том, стоит ли мне с собой второй вот этот клинок таскать. Ну, наверное, буду, потому что их парных-то я всего два раза видел с двух убитых чуваков. И, ну, такое, на самом деле, это довольно редкое оружие. Их больше ни у кого не видел. Так, стоп. Это у нас закрытая лока. Закрытая лока. Тут гробы. Там гробы. Сейчас, секунду. Я со своей невнимательностью могу спокойно и упустить что-то. Тут ничего вроде такого нету. Знаете что? Сейчас, ребят, секунду. Да, я не труп собрался тащить. А я их два с собой взять не могу. Я хотел взять два. Сейчас я вам попробую объяснить, для чего. Иногда бывает такое, что... Ну, когда тебя вырубают, ты же выроняешь свое оружие. И потом, если вдруг противник рядом, найти свое же оружие, копаться. Потом быстро переключаешься, пытаешься переключиться на второе оружие. А таким образом, если есть два одинаковых оружия, можно просто выронить свое основное оружие. И сбежать. А потом из инвентаря достать второстепенное оружие. Ну, не второстепенное, а точно такое же. Вот что я хочу сказать. И потом с ним попробовать пойти на врага. Ну, блин, эти мечи, они просто слишком тяжелые. Я не могу их два таскать. Хорошо, возвращаемся... Куда мы возвращаемся? Так, тут у нас тупик был, да? Тут тупик. У меня что-то было такое ощущение, что здесь где-то можно будет найти хилочку. Тут какие-то баночки. Тут все-то... Ну, ладно, я обшибся. Как бы мне-то путь обратно-то найти-то, а? Дружище. Не подскажете? Я запутался. А, да, у нас же тут было... Точно. По-моему, мы здесь... Да, тут этот шлем у нас, кстати, тоже не самого лучшего качества. И здесь же, по-моему, мы нашли этот великий меч, да? И тут, по-моему, даже со скелетом где-то дрались. Так, ладно. Я начинаю потихонечку вспоминать. Я не пересматривал предыдущую серию перед тем, как зайти сюда. Просто... Думаю, зайду, гляну, как оно, что оно. Так, вроде как вот эти места я прочитаю. Ну, я припоминаю, мы через них ходили. Давайте попробуем через них вернуться. Раз такая свистопляска. А, осторожно. По-моему, я понял, где я. Сейчас, секунду. Да, тут у нас были сеты с броньками, с оружкой и со всяким таким. Здесь я скелетика ушатал. А что было здесь? Блин, мне бы карту найти, елки-палки. Ну, как это обычно и бывает, что карта найдется, скорее всего, только под конец уровня. Ребят, извините, если мы ходим по тем же местам, где мы уже были, серьезно, я просто пытаюсь вспомнить. Как и что? Как только мы... Да, 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 этот музончик здесь. Вообще, кираса сгнившая насквозь. Сколько же ты в ней проходил тут, дружище. Здесь дверка. Точно, это шкафы. Блин, я путаюсь, 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 извините. Все, валим. Я думаю, что вот сюда валим сейчас. Точно, у нас здесь была же комната. Все, 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 там люди... Все, я вспомнил, там люди переодевались, тут люди играли, это два тупика. Теперь нам нужно, вроде как, вот сюда. Вот. Вот тут у нас был центр, и тут была комната для борьбы в центре, да? Это оно? Да, это оно. Хорошо. Я более-менее вспомнил, где я. Отлично. Значит, нам, по идее, вот сюда сейчас... Черт, он меня напугал. Сюда я могу заходить, тут со щитом. С круглым щитом. А мне нужно найти с кайтовым щитом проход, да? Пойдемте глянем. Тут был проход с круглым щитом. Тут были колонны. Я видел где-то... Мне кажется, я видел где-то проход с кайтовым щитом, но только я не помню где. Так, тут мы вроде как все проходили, заходили. Тут ничего такого не было. Здесь. А, да, я еще удивлялся, что здесь так пусто. Вроде как арсенал какой-то, а здесь все выгребли прям до последнего. Ау. Сегодня у нас такая серия блужданий. Не про то, не про сё. Вот этот коридорчик я тоже помню, суперски. Он нас круглый ведет сюда. Здесь. Здесь. Мы по всем этим комнаткам за каулочком вроде как ходили. Так. Ок. Я круглых комнат немножечко опасаюсь, ребят. Так что... Все вот эти вот округлости и всякое такое, это все немножечко... Вот тут вот вроде проход будет, да, к этим големам. И там... А там паук. А туда я тоже не могу. Ага. Хорошо. Просто замечательно. Я в восторге. А это у нас, по-моему... Да, это переход на локу. Черт. Посмотрим. Если я прям очень сильно-сильно буду долго тут мучиться, страдать и кружить, возможно, я кусочек серии вырежу, чтобы вам было не так больно смотреть на все это. Потому что... Ну, я понимаю, когда человек тупит, это неприятно. Вот. Так, ладно. Значит... О! Секунду, секунду, секунду. А тут у нас что? А, тут у нас вроде как переодевалка. Тут вроде что-то выдавали, тут вроде что-то сидели и делали. Вот эти... Эта комнатка у нас закрытая. Мы в ней, кстати, монетку и нашли. Эта комнатка у нас закрытая. Ну, в смысле, закрытая. Там нет дальнейшего прохода. Тут нет дальнейшего прохода. И тут... Да, у нас... Все шоколадно. Мы их вроде как обыскивали. И все хорошо. Мне нужно найти проход с кайтовым щитом. Это сейчас то, что основное мне нужно сделать. Тут на полу ничего нету случайно. Или на столе. Блин, я так долго разворачиваюсь на месте. Окей. Валим сюда. А, ну да, да, да. Я сюда уже второй раз захожу. Тут точно ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Получается... Получается, с этой стороны у нас чисто. С этой стороны... Комнаты со свитками. Мы их читали. Да, кто-то там... Ребят, говорили, что... Типа... Перевод ужаснейший. Лучше все это читать в оригинале. Я бы, наверное, тоже почитал бы это все в оригинале с удовольствием. Но я уже установил русификатор. Теперь мне хочется почитать все это в оригинале. Но я, наверное, не могу. Так, минуточку. Давайте подумаем. Где... Где у нас что? По-моему, вот сюда вот можно было пройти, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вон, кстати, закрытая дверь. А сюда что? Скелет мертвый. А, это к лучникам. Все, дальше мы пойдем на тренинг граунд. Поэтому давайте... Да-да-да, по-моему, это здесь как раз в эту закрытую дверь. Мне кажется, что я даже открывал и закрыл ее за собой, потому что я не мог там пройти. Давайте сейчас посмотрим. Это проход... Это проход с кайтовым щитом. Вот куда мне нужно было. Все. Все, все, есть. У меня же кайтовый щит на втором, да? Да-да-да, есть. Вот он, хорошо. Я... Не рыпайся, пожалуйста. Есть, я могу здесь пройти. Отлично. Итак, новая территория. Хе-хе. У нас комната с факелом. Тут лавочки. Тут есть дверка? Фух, тут нету дверки. Не знаю, почему-то мне не хотелось, чтобы она там была. Давайте пройдем сюда. Я не хочу заходить в какую-то территорию, пока я здесь. Твою за ногу. Твою за ногу. Потому что, если дать ему расстояние, он просто нас размажет. У них не так много... Ну, не то чтобы. У них, видимо, много жизни. Просто у меня уже оружие неплохое. Чтобы эти жизни косить. Но... Это я поднять могу? Только подвигать. Причем, смотрите, оно двигается, но... У меня сил не хватает. Ха. Какая-то... Каменоломня? Ну, нет. Ну, вряд ли это каменоломня. Я думаю, что эти блоки здесь были для починки чего-то. Вот эти вот стенды явно для оружия. Для длинного оружия какого-то. Ага. То есть, тут что-то хранилось. Наверное, те камни просто принесли, чтобы починить это. Ну, как бы, какой-то... Так, ладно. У нас тут, грубо говоря... Комната с факелом. Отсюда проход только один. Отсюда проход один направо. И один... Ну, как бы, один на север и один на восток. На запад. Я неправильно сориентировался по карте. Давайте... Давайте сейчас, наверное, сюда. Ой, блин. Тут опять 105 дверей. Ну, вот это, кстати, похоже на какой-то загон для скота. Возможно. В прошлый раз я вам мусорку с загоном для скота перепутал. Ну, просто здесь такой вольерчик и... Какие-то мешки сена. И вот это вот, как будто выглядеть, сюда могли подвешивать кормушки. Ну, опять же, чуть-чуть сомнительно, но... Возможно. Имеет место быть такая теория. Оно все сквозное здесь? Да, но все сквозное. Угу. У нас сюда остался проход. Мы пока проходы направо вообще игнорируем. Смотрите, еще один... Загончик, не загончик. Будем их пока, что, грубо говоря, называть загончиками. А там видно будет... Ну, это прям просто реально очень сильно напоминает... Место для какого-то скота. Как бы, смотрите, это же средневековье. Все дела тут же могли быть совершенно другие вещи. Тут тупик и все, да? Это не секретная стена. Нигде. Вот здесь. Нет? Вот этот камушек выступает. Нет? Ну, как скажете. Нет, так нет. А почему я решил пойти сюда, а не туда? Еще одна арена. Еще одна арена. Ага. Все. Еще одного чувака спалили. А вот это, кстати, по-моему, неплохая оружечка. С петум-то. Проникающий хороший, режущий не очень. А, у него вес средний, импульс средний. Им хорошо тыкать, но им махать не очень прикольно будет. Ну, опять же, длинное проникающее оружие. Ну, опять же, длинное проникающее оружие. Смотрите, как рядышком они были, да? Так, ладно. Куда это меня выведет? Там, я помню, есть еще один выход направо. Давайте посмотрим, что здесь. В принципе, вот эти рептилоиды опасны только если давать им бить. То есть, вон, чувак меня огрел, практически убил одним ударом. Но если... Если не давать им пространство, вот они с длинной оружки, если не давать им пространство, если не давать замаха, то они не особо опасны. Они уходят с двух-трех ударов хороших. И, в общем-то, все нормально. Знаете, почему-то мне сейчас вспомнилось... На, решеточка. Она говорит... Ну, во всех американских фильмах, говорит, почему преступники всегда утирают на крышу, оттуда же никогда нет выхода. Я сейчас такой сижу и думаю, почему я всегда иду наверх? Опа! А это, случайно, не тренажеры? Ну, это выглядит как тренажеры для... Ну, как ресталища, что ли. Ёлки-палки, блин. Дверь. Комната... Комната-комната для чего? Двери пока открывать не буду. По крайней мере, таким образом можно будет ориентироваться... Где я был, где я не был. Иди сюда. У него меч. Уровень пришел. Все, сложился, сложился нормально. Ну, у него... Да, обычные доспехи, обычный меч. Кстати, вот этот меч хорош для третьего этажа и всякое такое хорошее. У меня даже был одно время. Так, ладно, что у нас? У нас есть на счеты выдержка. Больше ударов, упорства. Упортость. Так, мобильность. Ага. А почему я могу сейчас только это качать? Контратака. Резкий ответный удар после блокирования. А почему я только одно могу качнуть? Ну, давайте, ладно. Это очень странно. Так. У нас есть концентрация и проницательность еще. Но нет смысла в их качании, потому что у нас селянин магии не обучен. Ёлки-палки! Ну, как так-то? А-а-а-а! Здесь заблудиться вообще, как вот два пальца, знаете что. Шкафчики. Ну, шкафчики это всегда неплохо. М-м-м! Кастрюлька боевая неплохая. Топорик. Сапорик. Так. Куртка. Ну, давайте лутанем. Я же не против же. На всякие гамбизончики. У-у-у! Пальто. Минучку, а... Что мы поменяем вот этим? Да нет, у нас получше, да. У нас получше. Я все время забываю, что у нас довольно крутые вещи, и их не так просто сейчас уже поменять. Хорошо. Дайте мне что-то полезное. Дайте мне карту, дайте мне ключ, дайте мне зельку, что-нибудь. Ребят, кстати, я вот сейчас на таком перепутье. Видите, меня чуть ли не убивают с одного-двух ударов. И это наводит на мысль, стоит ли мне сожрать баночку маленькую. Я не знаю, будет... Глаз. Спасибо, спасибо. Я просил что-то полезное, и мне дали что-то полезное. Спасибо. Окей. Блин, это прям круто. Так вот, стоит ли мне сейчас сожрать маленькую баночку или нет, ребят? Я слушаю ваши советы. Слишком ли это будет расточительно, или подождать, пока меня еще разочек приложат? Я не хочу этого. Блин, латные рукавички-то хорошие. Смотрите. И покрытие побольше, импульса побольше, режущего столько же, колющего на один меньше, что немножечко обидно. А, милочку, они с моими наручьями вообще станут, нет? Давайте, секунду, коробочка. Ну, коробочки пусто, ладно. Просто эксперимент на секунду. А, фиг. Это нужны наручи от этого же сета. Тогда только они станут. Что ж мне с вами-то делать? Давайте со мной пока походите немножечко, а там видно будет. Тканные брюки. У-у-у. А они... Нет, они не лучше, кстати. Мои чуть-чуть получше будут. Капелечку. Я уж думал, что я нашел что-то прям... Ну, они хорошие, я не спорю. Но нет. Так, монетку глаз мы получили. Теперь мы... Мы сами теперь в глаз, наверное, не получим. Если пройдем по таким воротам, где монетка глаз... Хорошо, их три. Ладно. А тогда такой вопрос. А сколько их тогда вообще? Здесь, в этом... В этой локе. У-у, клевец. Ну и штанчики такое уж, да. Штанчики, штанчики. Хорошо. Теоретически мы получили еще один проход куда-то дальше. Теперь мы еще свободнее в наших перемещениях. Но мы видели еще паука. И мы видели еще... Грубо говоря, букву Пи. Да? Которая предупреждает, что как только ты пройдешь, тебе пи... Ну вот. Ох, блин, тварь. Ну что ты меня так пугаешь, скотина-то? А-а-а. Ёшки-макарешки. А мне кажется... Знаете, что мне кажется, ребятушки? Мне кажется, что... Вон, видите, буквочка Пи. И туда входить не следует. Потому что, мне кажется, с другой стороны будут стоять эти ребята и надают мне по голове. А с этой стороны у нас что? С этой стороны еще два рыцаря. Но эти вроде как не должны шевелиться. Тут нету буквы. Зачем я сюда иду? Блин, кто бы знал. Еще одна тварь на здесь. Еще одна. Что-то как-то... Давайте вы только по букве будете вставать. Вы не будете просто вставать, хорошо? А мне кажется... Нет, это не та дверь. Та дверь была одиночная. Это двустворчатая. А-а-а. Серьезно? Это тоже проход с кайтовым щитом? Я там сзади оставил кучу всего. Чего, наверное, не следовало бы оставлять. Там еще одна дверь, куда можно пройти. Ну, короче, да, я официально заблудился. Все, все нормально. Это же все не облутывается, да? Вот эти все ящики огромные и бочки. Да, это все не облутывается. Если бы это забагалось, например, как в прошлый раз, то я думаю, оно бы потом через третий-четвертый раз, когда на него кликаешь, все-таки как-то отошло бы. Но оно не отходит уже вторую серию. Поэтому я делаю вывод, что они не лутаются, эти куски мебели. Сюда тоже нельзя. Я вижу, туда можно пройти наверх, но я пока, наверное, вернусь. Не хочу чуть-чуть испытывать судьбу ходить с этими ребятами так близко, когда у меня нет открывающей руны. Вот же сюда можно пройти, да? Блин. Музыка прям добавляет. Музыка прям добавляет. Тут ничего нету, да? Просто туалет. Шаримся в туалете, как обычно. Ну, с другой стороны... Нет, знаете что? С одной стороны, можно сказать, ну ты же в перчатках, ты можешь и в туалет залезть, а с другой стороны, прикиньте, кольчужную перчатку засунуть в унитаз с какахами, и там все это застрянет, и потом твоя рука будет еще ближайшие 300 тысяч лет вонять, блин. Прикиньте, такой голем на тебя нападает, а ты вместо меча тычешь ему под нос свою руку, и он такой в слезах убегает просто, такой, а-а-а-а, спасите. Потому что запах настолько сильный, что разъедает железо. Ладно, короче, это коричневый юмор, и лучше с ним не затягивать, потому что это может пойти далеко. Мне кажется, там кто-то ходит. Мне кажется, там кто-то ходит. Здравствуйте. Это не та комнатка, которая та? Нет, это не та. Это какая-то кладовочка? Давайте она будет с картой, эта кладовочка. Ну, блин, ребята, ну невозможно же так. Тут вообще ничего нету. А ты кто? Это пустое что-то. Кладовочка без никто. Серьезно, я просто пришел в кладовку, в которой ничего нету? Вы, блин, прикалываетесь? О-о-о! Это тоже никак не открывается, не прокликивается. Все, хорошо. Тут у нас... Ну, групп... Ха-ха-ха-ха! Взял, врезался, в стенку упал. Грубо говоря, тупик. Хорошо. Здесь... Кладовка, в которой ничего нет. Вторая кладовка, в которой ничего нет. Туалет. Все, коридор исследован. Хорошо. Теперь. Тут какие-то сени. Куда я иду? Неплохо. Так, а ты что? Ты просто крюк. Крюк? Ладно. Получается, монетка с обычным... С круглым щитом, с кайтовым щитом, с глазом и с пауком. С пауком мы видели, кстати. В самом начале, когда мы заходили на уровень, там была дверка с пауком, с глазом. Я не уверен, что я ее видел, но если есть монетка, значит, существует и дверь к ней, правильно? Мне нужна еще монеточка Пи. Потому что я видел уже как минимум две двери, в которые можно зайти с этой монеткой. Но самой монетки нету. В королевской уборной ничего нет. Так, хорошо. Ну, меня на самом деле радует, то, что я нахожу эти монетки раньше, чем я нахожу двери. То есть было бы, наверное, прискорбно много раз разворачиваться и идти обратно. Еще один шлем Саурона. Посмотрите просто на эти статы. Вот. Кстати, да-да-да, насчет шлема Архангела. Да. Короче, я это сказал тогда просто так, потому что он так выглядел, но... Явно параллели с Диабло были некоторые, так что согласен. Так, ладно, тряпки здесь не какущие, да? Да. То есть шлемчик хороший, но он нам, по сути, не нужен, потому что мы вряд ли нашу кастрюльку всевидящую снимем. К тому же у нее неплохой такой запас прочности. Ну, не прочности, я имею в виду хорошие статы. Так, этот шкафчик, это же я точно обыскивал, да? Да-да-да, я тут монетку нашел. Я просто повернул карту и уже запутался. Я молодец. Я же говорил, комната интересная, сейчас зайду. Просто стол увидел. Там комнаты со столом имеют там... Хе-хе-хе. Трехсот процентную вероятность быть интересными. Просто лом. Два лома. Как там? Против лома нет приема? Загромя второго лома. Но вот сразу два нам дают, чтобы у чувака, который возьмет лом, чтобы у второго был против него прием. Да, это глупо. Ладно. Так, бочечки, шмочечки. Тут вроде больше ничего нету, да? Нету. Идем дальше. Сначала показалось то, что это что-то другое, не то, что оно есть на самом деле. Так, тут у нас молоточек. Молоточек, молоточек. Насчет, кстати, да, ребят, насчет ямы в канализации, когда я говорил, что это, ну как бы, да, я понимаю, что очевидно, это слив, это канализация. Но аналогии были проведены с той бездонной ямой из четвертого уровня, в которую мы теоретически, наверное, должны были свалить чуваку, если бы у нас все получилось. Я не знаю, как бы это все получилось. Как бы, теоретически, да, она очень большая и громоздкая, эта Чубака. И если бы мы от нее убежали, заранее подготовили бы эту яму, от нее бы убежали, потом привели бы ее к этой яме, она, возможно, бы упала бы и сдохла. Но там столько «но» в этом плане. Ну, я понимаю, что, скорее всего, это единственный способ, которым разработчики продумывают, чтобы ты избавился от Чубаки. Или запереть, или бегать от нее, или скинуть в яму. Тут ничего не прокликивается. Еще один тупик. Ну, кстати, знаете, тупики это не так плохо. В свете последних событий, сколько здесь дверей. Вот. И это я к чему, что с тем снаряжением, с которым ты приходишь с третьего уровня, убить Чубаку крайне тяжело. Вот. Ну, то есть гораздо, наверное, проще от нее сбежать, или попытаться какой-то хитростью в ту яму свалить, убить, и всякое такое. Так, ладно. Раз, два, три. Тут пусто, тут пусто. Сюда зашли, там обшарили. Стоп, а здесь? Да, здесь тоже пусто. Точно, точно, точно. Я забыл. Иногда, мне кажется, вторые шаги. Ха. Что, как будто тут кто-то рядышком еще бегает, ныкается. В том-то дело, что, наверное, все-таки кажутся. А-а-а. Откуда я? Точно, точно, я вспомнил, где. Нам сюда не надо. Нам сюда. Сюда мы зашли. Теперь пойдем. Куда мы еще можем зайти? Тут такие стенды. Хорошо, по крайней мере, тут хоть лампочки горят. Я подустал от темноты прошлой Локи. Да, не надо мне говорить, что там можно было зажигать лампочки. Надо было не таскать до того, как я записывал канализацию. Я, между прочим, сам страдал. Вторую видюшку я для вас высветлил, но я сам страдал. Ходил, блин, у меня глаза вытекали смотреть в это все. Так что... Так, дверка. Тут знака никак... Смотрите, вот смотрите на эту подставу. Вот так вот. Знака вообще не видно. И ты такой поворачиваешься. Опа, а это кайтовый щилд. А вот так вот, опа, и его нету. Блин, игра. Это как вообще? Так, ладно, что мне делать? Паук. А паука... Паука у меня есть? Паука у меня есть. Значит, я могу здесь пройти. А это случайно не начало? А это случайно начало? Я закольцевался. Ля-ля-ля. Это... Это выход из уровня. Все суперски. Меня привело на выход из уровня. Значит, определен... Ну вот, бежал, бежал. Бах, упал. Блин, молодец. Определенное это, значит, через паука я могу пройти. Через кайт я могу пройти. Ну, на самом деле, вот здесь со значком, конечно, подстава. Хорошо. Тогда куда мне? Позвольте спросить. Не, я видел, там по пути были какие-то комнаты, куда я не заглянул. Я это все прекрасно понимаю. Стоит ли мне совершить ошибку и ударить вот этих ребят сейчас тем оружием, которое у меня есть? Или они... Бессмертные тупо пока не активируются, да? Ох ты ж. А здесь... Здесь я уже убивал чувака с мечом. Серьезно. Блин, по-моему, я сейчас пошел по старым территориям, да? Где я уже был. Да, вот здесь я уже был. Я не могу найти новое место, куда мне надо пойти. О, привет. О, привет. У него... Огромизнейшая пушка. О! Он меня убьет. Надо отойти. Фух. Чудом сейчас выжил, серьезно. У него вот этот вот гигантский меч. Как он там называется? Великий меч. А... А это... Доспехи черного Саурона. Там светлого Саурона. А... Я не путаю с Саруманом. Это прям... Именно это. Ладно. А, кстати. Кираска. Это я здесь не был, вы хотите мне сказать? Не то, что тут обитал какой-то чел. Он мог сюда спокойно прийти с какого-то другого места. Так, это у нас полутор... Это у нас короткий. Даже не полуторный, короткий меч. Но лут выглядит вроде как другим. Знаете? Латы. Ну, такие себе встать, средненькие. Тут, смотрите, все мобы с длинным оружием. Ну, не все. Вот скелет был с коротким. Но все вот эти вот чуваки... О, кстати, привет. Я проснулся от ужасных криков. Кто бы смог... Кто бы смог проспать? Такое. Эдриана. Эдриана, моего соседа, так и не нашли. Все, что от него осталось, кровь в ванной. Говорят, они теперь среди нас. Как такое могло произойти? Ходят слухи, что их выпустили намеренно. Но я не могу в это поверить. Они теперь среди нас. Возможно ли, что это щупальцы вселяются в людей? И заставляют их быть, ну, грубо говоря, зомби. И потом нападать. Ну, то есть... Это так выглядит. Хорошо, это место, в котором мы еще не были. Как минимум, свиток здесь был новый. И рептилоид здесь был новый. Блин, пушечка у него, конечно, хорошая, зачетненькая. Вот. Мне сейчас просто больше, наверное, именно повезло. Два раза меня сегодня чуть не нокнули. Нет, серьезно, это наталкивает на мысли о том, что нужно бы, наверное, выпить баночку. Маленькую. Не хочется этого делать. Но, видимо, придется. Блин, тут еще лутабельные места есть. Опять шлемчик. Карту дайте, пожалуйста. Карандаш. Стойте. А... Ну, мобы, они же не могут закрывать двери-то, а? Потому что у меня такое ощущение, что мы здесь были. Я могу вполне ошибаться. Но... Ну, да, перчи. Хорошие. Латные рукавицы. А это не такие же, как... А, смотрите, они лучше. Они прям лучше. Я вот эти сейчас выложу. А вот эти... Возьму. Это мне нужны будут какие-то другие наручи, я так понимаю, да? Угу. Ха. Сегодня у нас прям рукавичный день. Почему эта дверь закрывается? Я ее закрыл мечом, случайно, за собой? Стоп. Тут у нас был просто... Да, коридор. С проходом. А... Ребят, извините. Я сегодня вообще потерянный. Как вот не знал, а что. Я не знаю, куда мне идти. Я не знаю, что. Стойте, ну мы же здесь были? Или это просто зеркальное место такое же? Почему там был... Была комната с новым лутом? Почему тут был моб? Почему это все? Если мы были... Ну, если не в этом же месте, то в таком же. Это единственное объяснение, почему вот здесь что-то новое. Потому что место было такое же. Это меня еще больше сейчас путает, на самом деле. Потому что у меня такое ощущение... Да ну хватит, пожалуйста, падать-то. Я захожу, у меня ощущение дежавю. Как будто я был. Я уже здесь видел. Ну, вон, например, перчатки лучше. Я бы их, скорее всего, забрал бы. Моб, опять же, двери закрыты. Все дела. Как это все связывается в одно? Да, вон, ну решетка закрытая. Я думаю, что это просто зеркальное место. Мне на секундочку. Вот по этому ракурсу показалось, что тут какая-то собака стоит. Думаю, ну здесь же не может быть собак, правда? Тут у нас еще одно поле для тренировок. Ну, поле, место для тренировок. Еще одно ресталище. Я, по-моему, просто пришел с другой стороны. Зеркальное, да? Будет очень печально, если это то же самое место. Получится, что у нас серия прям закольцована-закольцована. Нет, ну вот смотрите, тут же я убивал чувака. А, ну это я с этой стороны, кстати, приходил к нему. И там же будет сейчас второй труп, да? Вот тут вот. Точно. Так, ну да, здесь стойло, так называемое. Блин, я просто сейчас хожу кругами, я в панике. Я не могу понять, куда мне нужно. Так. Это у нас... Знаете что? По-моему, если я правильно помню, если мы сейчас вернемся вот сюда, то, возможно, у нас будет сейчас проход... Да, у нас будет проход сюда, куда мы не ходили, да? Вроде как вот этот оставался проход. Я же говорил, что справа надо сходить, я туда не ходил. Так, куда он нас приведет, интересно. Такое обширное помещение. Мне сейчас прямо приходится мозги напрягать, чтобы... А, тут проход из этого, видите? Третья решетка, которая была открыта. Мы сейчас зашли отсюда, пошли туда. Проход был сюда. Вот, хорошо, хорошо. Хоть что-то начинает проясняться. Здесь мы, скорее всего, не были... Вот это... Вот, дверь! Какой там значок? Я не вижу значка. Пойдемте. Там тоже пи. Блин. Глаз! Ага! Ну, в глаз-то можно. Это сейчас очень плохо прозвучало. Ладно, в пи нельзя. А вот сюда можно. Значит, сюда мы сейчас и пойдем. Сюда мы сейчас и пойдем. Ну, и к тому же глаза я еще ни разу не видел, раз уж на то пошло. У нас два прохода. Один на лево, один направо. Там какой-то скелет. Такое шелестение в ухе, как будто скелет это ходит. Ух ты ж! Да, блин! Да, блин! Он меня убьет! Блин, убил! Ха-ха-ха-ха! Я побежден, да? Я уже понял, что я побежден. Спасибо. Давайте его не будет рядом, когда я очнусь. Почему я не могу во вторую руку пушку-то взять? Что происходит? У меня сил не хватает. Давай подлечимся. Знаете, по-моему, вопрос с лечением снят. Вопрос с лечением снят. Нам придется здесь банку потратить. Отходим, отходим. Та ё-парасоте! Сдохни, наконец-то! Вот, короче, клевец, ребят. Клевец. Фух. Интересно, сколько мне эта банка сейчас вылечит. Давайте посмотрим. Очень опасные противники. Ну, как бы я говорю, так-то они по жизням не очень, но... Когда прилетает, оно прям прилетает. Посмотрим, сколько мне эта банка отхилит. Ааа, сюда опять нельзя. Здесь опять это. Блин, если я найду же тончик пи, это будет прям решением многих моих проблем. Туда я не могу идти. А сюда? А здесь вообще что? А тут глаз. Сюда можно. Вот здесь вот я не вижу что. Возможно, что там ничего. А, так тут стенка, естественно, тут ничего. И здесь ничего. Не слишком ли это подозрительно, ребят? О! Интересное кино. Ааа, там туда нельзя. Я понял. Там будет а-та-та. Если пойду. Скажите, что эта штука меня до сих пор лечит. Пожалуйста. Я надеюсь. Сейчас мы заодно проэкспериментируем, сколько маленькая баночка восстанавливает. Я, по-моему, что-то не туда, не в ту сторону пошел. Мне кажется, я вернулся, да? Да, я вернулся. Все, я понял. Это был наш первый кайтовый проход, который... Так, сейчас, давайте... Ты меня еще лечишь или нет? Или там нужно было больш... Надо было большую банку жрать. Мишка, сколько она вылечила? Вот столько? По-моему, это была моя ошибка. Надо было большую банку сховать. Блин. Я боюсь к этим буквам приближаться. Когда у меня нет монетки, боюсь по ним проходить. Или она меня... Я не пойму до сих пор, она меня лечит или нет. Сейчас еще подождем, посмотрим. Так, сюда. Сюда. Сюда глаз. Ну да, сюда вот я прошел. Только я прошел с другой стороны. Все хорошо, все нормально. А как я вышел? Через... Здесь. А тут у нас... Тоже какой-то факел. Блин. Знаете, вот это, кстати, уже начинает немножечко напоминать, если я правильно помню, первый раз, когда я сюда попал. Да, здесь пи, а здесь глаз. Вот я сюда прошел. Все, 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 я понял более-менее. Так, ладно. А если вот сюда вот пойти? Это... Это... Нет, это не место с электричеством. Или это место с электричеством? Стоп! Это место с электричеством. Так, окей. Это я знаю. Это я знаю. Здесь я был. Здесь... Прошли те самые минуты отчаяния. Отчаяния. Хорошо, хорошо, хорошо. Выходит, что... Сюда... Это перекресток глаза и пи. Блин, да, все, она меня больше не лечит. Надо было большую банку есть. Ну, ладно. Ладно, буду знать на будущее. А сюда... Вот здесь я с этим упырем дрался. Так, минуточку. А, вон еще один пи. Да, мне туда не надо. Ну, надо, но не сейчас. Мне нужно найти монетку пи. Прям вот офигеть, как нужно найти монетку пи. Это важно. Мне кажется, без нее... Мне дальше тут просто звездец. Ммм... А здесь куда я попаду? Здесь у нас глаз. А, и туда я выхожу к кайтовому щиту. Ох, ах... Понятненько, ясненько. Ребят, по-моему, я немножечко... Ну, не то чтобы в тупике, но... Мне кажется, что я заблудился прямо вот реально сейчас. К пи мне подходить нельзя. А... А этот коридор приведет меня к кайтовому щиту, да? Вроде как, да. Так, давайте мы тогда, знаете, что с вами сейчас сделаем. А... Ай. Да, это у нас щит-невидимка. Здесь паук. Да, через который я могу пройти. Здесь начало уровня. Возьмем отсчет от начала уровня. Возьмем отсчет отсюда. На секундочку. Туда, наверх, грубо говоря, я пробегался. Там вроде как все зачищено. Где-то... Я прошел где-то посередине. Там у нас с пауком, с глазом. У нас где-то две точно, а может быть даже три дверки с монеткой пи. Есть несколько комнат, которые я вполне мог забыть. Мне их обшарить... Давайте так. Пишите в комментах. Потому что вот это вот то, что я тут шарюсь без цели. Вам может быть смотреть неинтересно. Я все-таки ничего не вырезал из этого ролика. Но я был близок к тому, чтобы начать это делать. Если вы хотите, я могу, наверное, за кадром пошариться. И найти какое-то место. И прямо начать следующую серию с того момента, где я уже знаю, что и как делать. Если хотите, то мы можем начать следующую серию прямо отсюда уже, с этого момента. И вместе пойти шариться. Я потом, не знаю, посмотрим, что я вырежу, что я не вырежу. Потому что место офигеть какое запутанное. Я не могу... Я более-менее привык к нему, но полностью привыкнуть не могу. Полностью не могу нарисовать себе в голове карту. Всего, что здесь происходит. Явно что-то, что я упускаю. Где-то есть какие-то парочка комнаток, в которых есть монетка Пи. И в которых, скорее всего, есть карта. И я еще уверен, что здесь где-то должна быть зелька. Но, как бы, на этом уровне. Печально, что я, наверное, потратил маленькую зельку. Надо было большую. Но я так и не знаю до сих пор, как они работают. И сколько они восстанавливают. А мне было оптимистическое настроение, что это, возможно, вылечит меня полностью. Все фиг там. Но, по крайней мере, с такими жизнями уже можно хоть как-то что-то делать. Потому что до этого меня валили с двух ударов. Ладно, ребятки. В общем, такие сегодня у нас были побегушки по големам. Нифига мы их сегодня не закончили. Но я надеюсь, что в следующий раз... Ну, то есть, у меня такое ощущение, что где-то... Ну, две трети... Ну, половину точно. Может быть, даже две трети этажа мы зачистили. Так что я надеюсь, что в следующей серии мы закончим с этим этажом. Чтобы не сильно затягивать. Как бы, канализация у нас ушло две серии. Ну, потому что бонусный уровень. И на этот... Ну, надеюсь, что не больше трех серий уйдет. Потому что хочется посмотреть и другое. Не хочется прям сильно затягивать. И при том, что я сейчас сижу и тринди уже пять минут. Ладно, меньше. Вот. Да, ребятки. На этом тогда сегодняшняя серия заканчивается. Пишите ваше мнение, ваше высказывание. Всегда приятно знать, приятно видеть, что вы здесь, что вы смотрите. Увидимся в следующих сериях. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладуши. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!